Организуя данную пресс-конференцию, кроме всего прочего, мы хотели показать и ставили перед собой задачу показать хороший пример современного подхода в информационной борьбе с агрессором в открытом информационном пространстве. На мое глубокое убеждение, на современном этапе развития электронных коммуникаций, старые советские методы не только не работают, а дают обратный эффект. И при применении их, при запретах, а мы помним, что было при советской власти, мы помним, когда глушились, скажем так, свободная радиосвобода, немецкая волна, другие радиостанции, то это вызывало еще больший интерес к тому контенту, который там звучал. И это есть неопромержимый факт. Больше того, хотел бы сказать, что мы рассматривали данный указ и рассматривали данный запрет с точки зрения и технической, и технологической. Очень хороший анализ сделала Интернет-Ассоциация и мой коллега, который здесь присутствует, Александр Федеенко, голова Интернет-Ассоциации Украины. Сделали юридический анализ этого указа, то есть начало юридического анализа. Здесь присутствует уважаемый всем нами Виктор Иванович Шишкин, экс-голова Конституционного суда и народный депутат Украины. Мы прорабатывали это на технологическом уровне со своими коллегами. Здесь присутствует технический директор группы компании «Адаман» Владимир Подгорный. И что же мы нашли? Мы нашли то, что данный указ не технологический, не технический, не юридический, не то, как он был введен, он не имел хорошей подготовки. Он имеет большое количество, скажем так, зацепок. Зацепок для того, чтобы его, скажем так, признали юридически недействительным. Зацепок для того, чтобы технологически было сложно решить. И сложно решить само в том, что заблокировать то, что и в тот способ, как они хотят, будет очень тяжело для большинства наших интернет-провайдеров и средней руки операторов связи. Данный указ призван для того, чтобы поставить оборудование. Оно спонукает всех нас для того, чтобы поставить оборудование, которое бы контролировало суть контента. И сам контент. Это те миллиарды долларов, которых было заявлено после выхода указа Интернет-Ассоциации Украины. Именно так. И так поставлен вопрос. И мы это видим. Практически каждый день меняются IP-адресы расположения этих сайтов. Но я еще хочу обратить внимание на информационную составляющую этого указа. И возвращусь к опыту Советского Союза. Мы могли себе представить, что во времена Советского Союза, когда работали радиосвобода, немецкая волна, там, свободная Европа, другие радиостанции, правительства этих стран будут бороться с этими радиостанциями. Для того, чтобы они не пропагандировали на территории противника. По сути, часть наших добровольцев, их сложно разделить на осознательных и несознательных людей, как вообще любых, часть наших граждан и часть наших активистов на этих ресурсах показывали. И фотографии погибших российских офицеров, которые где-то без вести пропали, показывали и то, что они творят, расстрелянных людей, показывали ужас этой войны. На сегодняшний день та аудитория и вместе с той аудиторией несколько миллионов наших граждан, которые проживают там, в нашей диаспоре, ну а наша диаспора по всему миру, оказывается в информационной изоляции. Естественно, над ними будет работать зомбоящик.